Сказки народов мира Тайны старой Миноры Еврейские сказки Никто не знает, сколько столетий Простоял старый семисвечник Минора В нише занесенного песком древнего храма. Но едва люди, нашедшие его, зажгли все семь его свечей, Пламя, задрожав, разгорелось и озарило всех вокруг Неведомым доселе знанием о жизни, об удивительных приключениях, О загадочных странствиях и волшебных превращениях. В тот самый день семисвечник Минора и рассказал эту историю про не пойми что. Охотником Хаим был никудышный. И рука у него дрожала, и глаз косил, да и попросту не везло. Хоть и при ружье был, но едва концы с концами сводил. Прям ложись да помирай, думал, сидя за пустым столом, Хаим. Хаим – мужское имя, которое произошло от слова Хаим – жизнь. Евреи часто говорят «Осим Хаим», что буквально означает «делаем жизнь». На русский мы бы перевели это как «живу прекрасно». И вот однажды явился горе-охотнику Хаиму черт. Эта нечисть всегда знает, когда появится. Хаим черта узнал. Ну еще бы, столько о нем разговоров в местечке было. Хвост дорога, ножки кривенькие, мохнатенькие, горб на спине. Все как полагается. «Вот так встреча, Хаим!» – воскликнул черт и чуть ли не обниматься полез. Хаим черта не обнял, но и не прогнал. В минуту отчаяния не до предрассудков. А черт тем временем продолжал. «Плохи твои дела, человек, ой, плохи. Не слепой я все вижу. А давай-ка мы с тобой уговор подпишем». «Да ты не бойся, я тебе такие условия предложу. Не пожалеешь!» – ласково сказал черт. Слово «черт» на еврите будет «шед». О человеке, о котором мы скажем «хитрый как черт», евреи скажут так «шед машхед». «Скользкий как черт». Хаим молчал. Сто мыслей в его голове зашевелились, перепутались и узелком завязались. С одной стороны договор с чертом. Что может быть хуже? С другой – ну все равно дело мое пропащее. Хоть в петлю лезь. «Могу я сделать так?» – продолжал черт. «Какую добычу ты не пожелаешь? Она у твоего порога лежать. Хошь птицу, хошь зверя. Что твоей душе угодно? И так целых десять лет. Разбогатеешь, в местечке уважать начнут». Заблестели глаза Хаима. «Хорошо, что я тебя, черт, встретил. Какой приятный сюрприз!» На иврите воскликнуть «какой приятный сюрприз» можно так. «Эйзо автаа наима». Это выражение употребляется, когда что-то хорошее, например, встреча, происходит неожиданно для вас. «Ну а потом что?» – спросил Хаим. «Тю! Так я душу твою заберу. А зачем она тебе нужна будет такому богачу?» Ударили они по рукам, и началась у Хаима совсем другая жизнь. На охоту не ходит, но у добычного порога каждый день его ждет. Да вот только радости не было от этого у Хаима. Все больше думал он о своей душе. За день до расплаты вышел он на улицу ноги размять. И надо было такому случиться. Встретил на дороге путницу. Слово за слово. Да и рассказал он ей обо всем. «А что, если ты попросишь то, чего он достать не сможет?» – спросила путница. «Тогда ведь уговору конец». «Ну такого не может быть!» – ответил Хаим. Женщина подмигнула ему и велела везти к нему домой. А как пришли, приказала принести ей глины, шерсть всех животных и перья всех птиц, которые он сможет найти. На рассвете перед глазами Хаима предстало невиданное создание. «Не пойми что!» – в клоках свалявшегося меха с торчащими отовсюду разноцветными перьями. «А я за твоей душой!» – сказал появившийся на пороге черт. «Давай, делай последний заказ и покончим с нашей сделкой». «Да вот хочу этого зверя сегодня на ужин отведать», – сказал Хаим и показал черту на «не пойми что». «Понял черт, что не достать ему нигде это чудище диковинное, значит и души Хаима ему не видать». Так и ушел несолоно хлебавший. А Хаим ту путницу в жены взял. Сегодня мы выучили несколько слов и выражений на иврите. Имя Хаим произошло от слова Хаим – жизнь. О приятной неожиданности мы скажем «вот так сюрприз». А еврей произнесет «эйзу автаа наима». О скользком, пронырливом человеке мы скажем «хитрый как черт». А евреи скажут «шед машхед». «Сказки народов мира. Тайны старой миноры. Еврейские сказки».